92 года непрерывной заботы о пожарной безопасности. Именно столько исполняется в этом году в системе Государственного пожарного надзора. Как известно, профилактика пожаров – лучшая защита. В нашей области трудится 67 инспекторов. Их основная задача – организация проведения профилактических мероприятий, проверок соблюдения требований пожарной безопасности на различных объектах. Мы разъясняем, подсказываем, если лица у полномочий владельца распоряжаются этим имуществом в ходе проверок, способны это устранить. Мы им подсказываем, даем время в рамках надзорных мероприятий. И целью не стоит наказать, а целью подсказать и устранить те нарушения, которые у них есть, и повысить обеспечение пожарной безопасности этих объектов. Ежегодно число пострадавших и погибших в огне снижается, но растет ущерб от пожаров. Есть над чем работать. Без предупреждения сотрудники Госпожнадзора с проверкой никогда не придут. Любой визит запланирован. Дату и время тоже обсуждают с руководителем. Начинается проверка с изучения проектной документации и только затем осмотр здания. В первую очередь обращаем внимание, конечно, на работоспособность систем противопожарной защиты. Это у нас автоматическая пожарная сигнализация или система повещения. На крупных объектах, где это требуется, также система пожаротушения или система дымоудаления. То есть это основные, так сказать, системы, которые обеспечивают безопасность людей при эвакуации здания. Кроме того, особое внимание уделяется длине и ширине путей эвакуации, которые у нас также заложены проектом при строительстве. Но часто такие отступления от проектов у нас наблюдаются. В вопросах безопасности мелочей не бывает. Все огнетушители, отмеченные на плане эвакуации, должны быть в реальности. Наиболее распространенное и простое обращение модель огнетушителя – это порошковый огнетушитель, какой у вас как раз имеется. Они заряжаются раз в пять лет, но при этом каждые полгода они должны стать вот таким вот образом. Очень часто сотрудники Госпожнадзора используют такую меру как предупреждение. Даже введено понятие профилактика правонарушений требований пожарной безопасности без применения мер административного воздействия. Профилактическая работа с населением – еще одна большая сфера деятельности. Каждый инспектор должен не только хорошо знать обширную нормативно-правовую базу, но и быть немного психологом, чтобы найти подход и к рядовому жителю, и руководителю крупного предприятия. Так, чтобы на представителей службы не обижались, а понимали, что все делается во имя безопасности. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.